Я приветствую всех, кто присоединился к нам на телеканале ТБН. Слава Господу за это время, когда мы снова вместе, дорогие. И в это время, когда большинство христиан нашей Российской Церкви смиряются перед Господом, ищут Его водительство, находятся в посту, в смирении. Пусть Божья благодать особенным образом сегодня сойдет на то место, где вы смотрите, где вы слушаете эту трансляцию, чтобы каждый, каждый из вас получили те ответы, в которых вы нуждаетесь прямо сегодня, прямо сейчас. И это может сделать только Бог. Ни один человек не может дать ответы на все наши вопросы. Ни один человек не может навести порядок там, в наших сердцах, в наших душах. Но то, что человеку невозможно, Богу все возможно. Аллилуйя! Мы продолжаем изучать книгу Откровения всей нашей Церковью. Я хочу прочитать вам один комментарий, который я получил на днях от нашего брата Павла, который тоже участвует, слушает наши размышления, сам размышляет. И вот какой комментарий он мне прислал. Я хочу начать это слово с этого комментария. «Мир вам!» «Мир вам!» Еще мы не только пропитываемся ожиданием грядущего, но мы к нему готовимся. Такое понимание, что мы как бы притягиваем, активируем, осуществляем это ожидаемое, те события, которые должны произойти в будущем и описанные в книге Откровения. Мы как бы говорим ей, Господи, гряди, когда мы пребываем в этом ожидании небесного. Брат Павел, спасибо огромное за этот комментарий, за эти размышления. Я на самом деле такие же переживания имею. Я хочу поблагодарить каждого, кто участвует с нами в разборе слова «посредом». Кстати, я обратил внимание, что нас стало гораздо больше «посредом». И я думаю, что это результат того, что церковь находится в посту, и Слово Божье, и хлеб насущный от Бога, он необходим нам, как никогда раньше. Поэтому спасибо всем, кто участвует, спасибо всем, кто пишет комментарии. Я прошу вас, чтобы вы писали свои комментарии, чтобы вы озвучивали свои мысли, особенно в это время, когда не так часто у нас получается встретиться оффлайн, лично. Поэтому я прошу, чтобы вы более активно еще записывали свои мысли, свои откровения, потому что то, что вы чувствуете важно, ваши мысли важны не менее, чем мои, либо другого какого-то пастыря или старейшего. Итак, я ожидаю, что мы будем двигаться дальше. Я хочу прочитать вам один небольшой отрывок. Я бы даже сказал, я приглашаю вас в эту атмосферу неба, которая отображается в седьмой главе книги Откровения. Вся эта глава пропитана атмосферой неба. Мы видим удивительное собрание, которое наблюдает, за которым наблюдает апостол Иоанн. И это огромное собрание христиан, которые вместе там на небесах. Скажите, почему я думаю, что это христиане, я уверен, что это христиане, потому что там дальше написано, что это люди, которые омыли одежды свои и которые убелили одежды свои кровью Агнца. Они получили оправдание кровью Иисуса Христа. И теперь они вместе там на небесах. И судя по контексту, глядя то, что там описывается, я понимаю, что они просто в восторге от того, что они там находятся. И я думаю, в немалом удивлении от того, что они видят, и от того, что они находятся там, в присутствии самого вечного Бога. Я думаю, что апостол Иоанн удивлен не меньше. И когда он смотрит, видно, что у него вопросы определенные есть. Он сам, будучи евреем, возможно, ожидал большее количество из еврейского народа. Но и из еврейского народа там он видит. Но в то же время он видит огромное собрание, написанное, которого никто не мог перечесть, никто не мог посчитать. Возможно, не от того даже, что не было таких чисел, а от того, что постоянно пополняется это собрание людьми, которые приходят с земли снова и снова, посвященные Христу, омытые кровью Иисуса Христа. Вновь и вновь они присоединяются к этому собранию. И Писание говорит, никто не мог перечесть это собрание. Возможно, именно от того, что оно постоянно растет и пополняется новыми христианами. Итак, люди, которые удостоились чести, быть вечности, у них такая перспектива. Там дальше написано, что эти люди уже не будут жаждать. Их уже не будут терзать какие-то политические передряги. Они не будут больше уязвимы каким-то злом. Они не будут больше болеть. Они не будут больше чем-то порабощены, разрушены, уничтожены. Писание говорит, что Бог утрет каждую слезу их. Бог восстановит и тела их, и души их. Итак, они, находящиеся там, видящие все, что происходит, уже не просто верящие, они видят, и мне надо уже верить, они видят Бога, они видят ангелов, они видят всю атмосферу неба. И как вы думаете, о чем они восклицают? Там написано, что они восклицали. Они громко, причем восклицали все вместе. Все это бесчисленное множество христиан, оказавшихся на небе, восклицают. Что же они восклицают? Представляете, они восклицают одну удивительную фразу, которая, возможно, здесь на земле нам даже не кажется такой особенной. И я хочу прочитать вам эту фразу. Седьмая глава книги Откровения с 10 стиха. «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и агнцу». Вот все, что они провозглашают. Они говорят «спасение Богу нашему». Ну, и речь, конечно, не о том, что Бог спасается от чего-то, но речь о том, что они передают вот этот вопрос спасения Богу. Они провозглашают, что только Бог может дать спасение. Оно Ему принадлежит. Никто не может его заработать. Невозможно его купить за какие-то деньги, либо за какие-то добрые дела, либо за какие-то религиозные дела, поведения. Невозможно. Они вместе восклицают спасение Богу нашему и агнцу. Им принадлежит спасение. Как сильно это слово ударяет по всякой религии, которая предлагает заработать, которая предлагает сделать что-то, чтобы купить каким-то образом спасение. Невозможно. Послушайте наших братьев, которые там уже на небесах. Это первое, что вырывается из их уст. Они говорят «спасение Богу нашему и агнцу». Аллилуйя. И знаете, что происходит дальше? Дальше вот это их восклицание, оно вызывает особенное движение там на небе. Все ангелы, которые окружают и их число тьма тем и тысячи тысяч. Тоже как-то нечеловеческое, да неземное число тьма тем и тысячи тысяч. Огромное количество ангелов. И когда они слышат голос этого собрания христиан, спасение Богу нашему, вдруг они все подрываются со своего места, то написано «и падают на лица свои, и поклоняются сидящему на престоле и агнцу, и говорят «Аминь». Я хочу предложить вам выучить этот стих из Святого Писания наизусть. И очень несложно его запомнить. Это книга «Откровение», седьмая глава. Вы знаете, цифра семь в еврейской культуре означает полноту. У них как бы семь больше, чем десять. Не потому что по количеству, а потому что семь – это семь. Семь означает полноту. Даже говорят о человеке, который неимоверно счастлив, он на седьмом небе от счастья. Так вот, понимаете, о тех людях, которые на седьмом небе от счастья, написано в седьмой главе книги «Откровение», и записан тот стих, который я предлагаю вам, под номером 12. Тоже особенное число, как вы знаете, 12 апостолов. Число говорит об избрании Божьем. Итак, «Откровение», седьмая глава, 12 стих. Это единственный стих в Библии, где описывается чья-то речь, которая начинается со слова «Аминь» и заканчивается словом «Аминь». Больше в Библии вы не найдете подобного стиха. Итак, «Откровение» 7, 12. Начинается «Аминь» и заканчивается «Аминь». И это речь ангелов. Это речь ангелов на небесах, которые слышат, как христиане там на небе восклицают спасение Богу нашему и Агнцу во веки веков. И они говорят «Аминь». А дальше, я думаю, они распаковывают то, что входит в спасение. И они говорят «Благословение». Это первое, что выходит из их уст. Они говорят «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Мне кажется, это что-то невероятное. И я думаю, что, я предполагаю, что когда вы вид читаете, это вам не кажется чем-то невероятным. Вы думаете, странно, здесь семь ценностей, которые они перечисляют, которые входят в этот пакет под названием спасение, небесный пакет под названием спасение. Они его распаковывают и говорят «Все вот это, оно есть там, и это все принадлежит Богу. Это все принадлежит Ему, Ему, сидящему на престоле, и Агнцу во веки веков. Аминь». Удивительные события происходят там, на небесах. Теперь я хочу задать вопрос к вам и к самому себе. «А как у нас, живущих на земле, получается отдавать все Богу? Отдавать Богу лучшее. А насколько нам открыто, здесь, живущим на земле, христианам, конечно, я говорю о тех, которые уже уверовали и знают Иисуса Христа. Я не говорю о тех, которые не знают Иисуса Христа, потому что для них странно вообще что-то отдавать Богу, для них странно отдавать что-то лучшее Богу. И вообще, что это значит, они не понимают. Но мы, которые приняли от Него спасение, можем понять, что значит теперь отдавать Ему лучшее. Кто смотрел этот прекрасный фильм под названием «Авраам», тот помнит этот замечательный сюжет, когда отец учит своего сына Исаака, Авраам учит Исаака отдавать Богу лучшее. И Исаак, как ребенок, держит любимую свою овечку на руках, она такая маленькая, такая хорошенькая. И они рассуждают с папой о том, что Богу надо отдавать самое лучшее. И он спрашивает у ничего не подозревающего сына, «Ты готов, сынок, самое лучшее отдавать Господу?» И Исаак говорит, «Да, конечно, папа, ты знаешь, что самое лучшее Богу надо отдавать?» «Конечно, папа!» Он говорит, «Тогда давай принесем в жертву овечку из нашего стада». «Да, папа, давай, самую лучшую, самую любимую, которая тебе нравится больше всего». И видно смущение сына, слеза, и он растерян. «Папа, а что, правда?» «Самое лучшее надо Господу отдать?» И отец говорит, «Да, самое лучшее». И он видит готовность сына и говорит, «Ладно, ладно, потом, потом, не сейчас». Хороший очень эпизод, и мы знаем, что Бог спустя время будет учить самого Авраама отдавать самое лучшее, этого же Исаака. Бог попросит, чтобы Авраам принес на жертвенник и принес в жертву Богу Исаака, своего сына, единственного, любимого, больше всего на свете. Бог попросил отдать ему в жертву. И мы знаем этот подвиг, мы знаем, как Авраам приходит и приносит на жертвенник своего сына, как он замахивается уже этим ножом, и ангел Господень останавливает его и говорит, «Не сейчас, не надо, я вижу, ты верный». Мы знаем, что Библия пропитана этим учением, что чем больше ты хочешь иметь, тем больше тебе нужно научиться отдавать. И это великая ценность, которая провозглашается по всем небесам. Только вдумайтесь, все христиане кричат «Спасение сидящему на престоле и агнцу», и все ангелы вторят и говорят «Аминь», и причисляют этих всем ценностей, по всей видимости, самых великих на небесах, и говорят «Сидящему на престоле это все» и «Агнцу». Аминь. Здесь, на земле, конечно, у нас нужно приложить усилия, чтобы жить так. Знаете, буквально вчера у нас трагедия состоялась в семье. Мы похоронили нашего любимого Жоржика. Это наш кот. И я никогда не думал, что буду так переживать об утрате кота. Но 10 лет, почти 11, он был с нами, наш любимчик. И так непросто было, оказывается, отпускать его и хоронить. Он так внезапно оставил нас. И потом весь вечер мы были вместе, вчера с семьей, и вспоминали вот эти удивительные моменты, которые Бог подарил нам через это животное. И вы знаете, мы на что обратили внимание? Что мы вспоминаем. Конечно, мы вспоминаем и радость, и радостные моменты всякие. Но больше всего нам хочется вспоминать, что мы сделали для него. И Света вспоминала, как несколько лет назад, когда он заболел и был прям при смерти, еле ходил, как она нянчила его, таскала его в ветеринарку, тратила какие-то усилия, средства, покупала, выходила, и как радовалась, что он опять восстановился. А Лизочка вспоминала о том, как она заработала деньги и сама смогла купить ему корм, смогла, пошла тут же купила какую-то игрушку ему, и самый дорогой корм старалась купить, и все стала сделать для него лучшим образом. И мы вдруг поймали себя на том, что нам хочется вспоминать то, что мы для него сделали, даже не столько радости, сколько он доставлял нам, сколько мы для него сделали. Я подумал вчера, надо же, как интересно происходит. Когда все живы, нам кажется, так затратно вообще иногда что-то сделать по отношению к ближнему, не говоря уже о коте, да, я имею в виду, конечно, прежде всего людей, но нам так кажется, это обременительно, нам кажется, так это невыгодно. Почему-то здесь, на земле, когда нам нужно что-то потратить для ближнего или во имя Господа, нам кажется, это чем-то трудным, обременительным, растратным и невыгодным. А когда ты теряешь какую-то близкую душу, то тогда ты почему-то по-другому начинаешь думать. И я думаю, что в этот момент тебе открывается небесная, небесная ценность, которая говорит о том, что блажение, оказывается, не брать, оказывается, на самом деле блажение что-то отдавать, блажение тратить свою жизнь. Порой, когда нужно потратиться на кого-то, мне кажется, что это затратно, это невыгодно, и это обременительно, и это сложно как-то, и это бьет по карману, это не входило, допустим, в планы нашего бюджета. А что если через такие моменты Бог предлагает нам по-настоящему обогатиться в вечности? Ведь Иисус Христос так и учил. Он говорил, не собирайте себе сокровища здесь на земле. Не думайте о выгоде, которую вы здесь на земле можете иметь. Думайте, учитесь думать по-новому. Бог предлагает нам преобразовываться умом нашим. И я думаю, главное, принципиальное преобразование в наших умах должно произойти в том, что блажение отдавать, блажение тратить, чем принимать. Мне так хочется, чтобы Бог открыл нам эту ценность и дал нам это откровение, и чтобы мы посмотрели на все, что мы имеем, не как на богатство, которое у нас есть, а как на возможность, что мы можем отдать. Чем мы можем пожертвовать? Что мы можем использовать для того, чтобы угодить Богу? Интересное качество, или ценность, наверное, которую провозглашают эти ангелы. Это первое, что входит в спасение, оказывается. То есть они говорят «благословение Богу нашему». Благословение – это простое слово, которое означает всякое добро, что-то хорошее, но мы благословляем друг друга. Ну, что мы имеем в виду? Мы говорим «пусть у тебя все хорошо будет». Благословение тебе, Сережа, пусть у тебя все классно будет. Ведь это мы имеем в виду. Мы даже не осознаем до конца, что мы имеем в виду. Нам просто хочется, чтобы этому человеку было хорошо. «Благословение тебе, мой брат, благословение тебе, моя сестра». И вот на небесах эти ангелы, которые слышат спасение Богу нашему, они говорят «аминь», «благословение Богу нашему». Они наводят фокус на то, в каком состоянии Бог находится по отношению к ним. Они говорят как бы «Господи, мы хотим, чтобы тебе было хорошо». Насколько часто мы думаем, чтобы Богу было хорошо в нашей жизни? Насколько мы озабочены тем, чем прежде всего оказались озабочены ангелы, которые видят все на небесах и находятся в присутствии самого Бога, и которые реагируют на этот голос церкви, который собирается там на небесах. Благословение! Благословение Богу нашему прежде всего! Когда я стал так смотреть на Писание, то я увидел, что именно об этом заботился, оказывается, Иисус Христос. Вы помните тот момент, когда он находился в посту 40 дней? Больше, чем мы с вами, и не просто в посту Даниила, он находился в полном посту, только на воде, и в конце этого поста к нему приступил сатана, и он стал искушать Иисуса Христа. И помните, как он его искушал? Я хочу прочитать вам. Это записано в Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 5 стихе. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим, заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Он фокусирует внимание Иисуса на Него самого, чтобы и Иисус посмотрел на Себя самого, как Он полетит, как Он всех впечатлит, как ангелы Его поддержат, как ангелы о Нем позаботятся, и как в результате Он выиграет. Но вот, что отвечает дьяволу Иисус. Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». И я вижу, что, оказывается, Иисус думал не о том, как Он впечатлит кого-то, или как Он будет чувствовать себя, а Он думает о том, не искушает ли Он Бога, нравится ли Отцу в Его жизни здесь на земле. Он фокусирует свое внимание на то, как Отец относится, как Ему, хорошо ли Ему в жизни Иисуса. И вы помните, что когда Он выходил из крещенских вод Иордана, когда Иисус крестился в воде, то Он вышел и услышал голос с неба, который говорил, «В Нем Мое благоволение». То есть, другими словами, «В Нем Мне хорошо», «В Нем Мне свободно», «В Нем Моя благая воля исполняется». «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». «Мне хорошо в Нем». Я вижу, что Иисус хранил эту ценность, и Он говорил прежде всего, «Благословение Тебе, Отец!» «Хорошо ли Тебе в Моей жизни, Отец?» «Легко ли Духу Твоему Святому?» «Не утоляю ли я?» «Не огорчаю ли я?» «Не притесняю ли я Твой Святой Дух?» «Не угорчаю ли я?» «Не оскорбляю ли я, Господи?» «Как Тебе во мне?» «Легко ли Тебе дышится внутри меня благословение?» «Благословение Тебе, сидящей на престоле» «И Агнец Иисус Христос». «Как хочется, чтобы эта ценность стала нашей здесь на земле, прежде чем мы присоединимся к этому великому собранию святых на небе». Так хочется, чтобы мы жили этой ценностью, этой заповедью. Конечно же, мне не хватит, чтобы поговорить о каждой из семи ценностей, которые перечисляют ангелы, говоря, что все это содержится во спасении, которое мы получили и которое принадлежит так-то Богу. Но я прошу, чтобы вы дома обратили внимание на каждую, слышите, на каждую из этих перечисленных ценностей, потому что ведь это ценности неба. Это не кто-нибудь говорит о том, что для него важно. Это говорят ангелы, которые живут на небе, которые знают побольше нашего, и они говорят, что это самое драгоценное. Не посмотри на то, что когда ты читаешь, они кажутся тебе какими-то пресными. Я прекрасно тебя понимаю, я же такой же человек. И когда я начал читать, ум мой говорит о том, что это какие-то особенные ценности, ведь их провозглашают ангелы. А внутри меня как-то вот не откликается, потому что я все еще на земле в этой плоти, и мне не сразу открывается то, что написано в Писании. Но когда вы будете размышлять об этом, когда вы будете думать об этих ценностях, поверьте, вы напитаетесь. Вы напитаетесь этими ценностями, вы увидите, что важно для Бога там, на небе. И когда это станет важным для вас на земле, вы сможете по-настоящему обогащаться. Я думаю, что это именно те сокровища, которые Иисус Христос рекомендовал нам собирать на небесах, а не на земле. Причем сокровища, вы обратите внимание, чем-то очень уж похоже на наши земные. Там и слава есть, там и благодарение есть, там и благословение есть, там и сила, там и крепость, там и честь, там все кажется, что и здесь на земле люди ищут. Но все живущие на небе прекрасно осознают, что это все принадлежит по-настоящему Богу и Агнцу, Иисусу Христу. В Евангелии от Марка 8 главе в 35 стихе Иисус сказал, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто хочет не потерять ее, что надо сделать? Иисус говорит, надо научиться отдавать, надо научиться тратить, надо учиться раздавать. В общем-то, как и сам Он сделал, ведь о нем написано, что Он расточил, раздал себя всего нищим, и теперь правда Его пребывает вовек. А в Евангелии от Иоанна в 15 главе в 13 стихе записаны Его слова таким образом. Он говорит своим ученикам, нет больше той любви. И в чем же должна выразиться эта любовь? Если вы научитесь отдавать себя, порой полностью, порой без остатка, ради Бога прежде всего, ради церкви Его, ради ближних, которые окружают нас, Иисус раздал, расточил себя нищим, написано, хотя Он отдавал себя Богу, но это выражалось в том, что Он расточил себя нищим, которые нуждались в чем-то. В это время поста, я думаю, Бог хочет что-то особенное проговорить прямо в наш дух, прямо в наше сердце. Эту ценность, чтобы мы приняли ее, чтобы мы съели ее. Ведь в книге пророка Исаии в 58 главе, где дается характеристика настоящего, правильного поста, там так и написано, раздели хлеб свой с голодным, поделись чем-то, научись отдавать. То есть пост по-настоящему, это когда ты отказываешься от чего-то своего, чтобы угодить Богу и чтобы отдать что-то. Аллилуйя! Вот что я хочу вам сказать, драгоценное. В послании к римлянам, в 11 главе, в 36 стихе написаны удивительные слова. Апостол Павел здесь говорит, «Ибо все из него им и к нему». Коротенький стих, но очень емкий, который описывает вообще все, мне кажется. «Все от него им и к нему». Апостол Иоанн, когда обращается к церкви, вы сейчас все соберете, не переживайте. Апостол Иоанн, когда обращается к церкви, он говорит, «Я пишу вам дети, пишу вам отроки, пишу вам отцы». Он говорит, что есть разный духовный возраст. А апостол Павел, в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 11 стихе, говорит, что Бог поставил одних апостолов, других пророков, евангелистов, вы знаете, и так далее, пять, значит, основных даров для созидания тела Христова. Написано, пока мы все придем в меру полного возраста Христова. Итак, апостол Иоанн говорит, что есть разные духовные возраст, и он обращает это по отношению к каждому верующему, чтобы каждый мог посмотреть на себя, наверное, в каком он возрасте находится. И он перечисляет, дает определенную характеристику этим возрастам. И он говорит, что дети – это те, которые узнали, что есть Бог. Я бы сказал, это те, которые поняли, что вообще-то все от Бога приходит. Не от обезьяны, не от курицы, не из рыбы, и не из взрыва, и не от случайности, и не еще от чего-нибудь, но приходит абсолютно все от Бога. И этим отличаются дети Божьи от всего остального мира. Они знают, что все приходит от Бога. И это очень круто. Но о юношах написано следующее. Они не просто знают, что все приходит от Бога. Они знают, что Бог прямо здесь, прямо с ними, в каждой ситуации, и поэтому они побеждают лукавого силой Божьей. И поэтому Слово Божье пребывает в них, здесь, внутри, на земле. И от этого они сильны. И это характеристика юношам духовным. Но отцы отличаются от детей и от юношей тем, что они знают, им открыто, что не только все от Бога, не только то, что Бог прямо здесь с ними. И, написано, они познали безначального. Они знают, что все в результате должно прийти обратно к Нему. И поэтому, если чем ближе ты хочешь быть к Нему в вечности, тем больше тебе нужно продвинуться в этой способности отдавать здесь, на земле. И я думаю, что именно это имел в виду апостол Павел, когда говорил о духовном возрасте уже не по отношению к отдельным личностям, а по отношению к Церкви Христовой. И он сказал, что есть определенные дары, которых Бог поставил для того, чтобы взрастить Церковь, чтобы помочь Церкви вырасти в меру полного возраста Христова. Дорогие, я верю, что Церковь последнего времени – это взрослая Церковь. Это Церковь не младенческая. Это Церковь, в которой открыто, что не только то, что все от Бога, не только то, что мы здесь с Богом можем побеждать, но это взрослая Церковь, которая осознает, что мы идем все к Богу. Мы возвращаемся к Богу. Нам надо научиться отлепляться от земного, чтобы все возвращать к Богу, все, что Он дает нам, все победы – Ему, вся слава – Ему, все благословения – Ему. Господи, хорошо ли Тебе в нашей жизни? Я верю, что именно этой Церковью должна быть наша Церковь. Давайте в это время смирения примем эту ценность. Давайте будем учиться отдавать Господу, отдавать самое лучшее. Точно так же, как Авраам учился, учил своего сына, точно так же, как Бог учил самого Авраама. И я вижу, что там на небесах встречается, собирается вместе эта взрослая, по-настоящему взрослая Церковь. И там они все говорят «Спасение Богу нашему!» И ангелы все восклицают и раскрывают, распаковывают это Слово и говорят «Да, все Богу!» Абсолютно все Богу! Как бы здесь на земле не была умолена эта ценность. Пусть она воскреснет в это время. Пусть Бог просто активирует ее. Даруй нам, Господи, увидеть абсолютно все, что у нас есть, как на возможность что-то отдать, кому-то помочь, кого-то благословить. Послушайте. Последний стих, который я прочитаю вам, записан в первом послании Иоанна, в третьей главе, во втором стихе. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Говорил апостол Иоанн в то время, две тысячи лет назад, уже более того. «Но еще не открылось, что будет, чем мы будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, какой Он есть. И когда мы увидим Его таким, какой Он есть, мы преобразимся в Его образ. Мы сможем измениться, мы сможем по-настоящему все до конца понять и быть полностью посвященными Ему там на небесах, но и здесь на земле. Но и здесь, пока мы еще на земле, Писание призывает нас, чтобы мы взирали на Него, как в зеркале, и преображались в Его образ, от славы в славу, от силы в силу, как от Господня Духа. Пусть Бог благословит каждого из нас в этом пути, драгоценные братья и сестры. Пусть все, что вы имеете, вы сможете использовать правильно, по назначению. Пусть никакое дело, которое предложит вам Господь, не покажется вам обременительным, утомительным, слишком растратным, потому что это возможность. И не факт, что она будет завтра. И не факт, что она потом опять появится. Увидьте эту возможность, как уникальный случай, чтобы что-то сделать для Господа. Буквально три дня назад мне приснился удивительный сон, когда я видел циферблат, и я с кем-то разговаривал. Много людей было вокруг, я с кем-то разговариваю, и я смотрю на часы, и там, где наверху, вот эта цифра 12, она в такой короне находится. И я говорю, смотрите, корона! И стрелка на 12. Я говорю, смотрите, корона! Вы видите корону? А кто-то, кто со мной рядом, говорит, да нет, какая корона? Я не пойму, про что ты говоришь вообще. Я говорю, ну корона! Пока я разговариваю с ним, объясняю, что там корона, я смотрю, нет короны. Потом, следующая картина. И я вижу два человека, один из них дьявол. Я точно понимаю, что это сатана. И он разговаривает с другим человеком, и он рисует что-то. Такая красивая доска. Он рисует такой глаз, я помню, потом еще кружок, потом еще. И объясняет, говорит, вот после этого нужно сделать вот так, после этого нужно сделать вот так. И вдруг высвобождается какая-то демоническая сила, и вдруг появляется с ним какой-то бес реально. Простите, я вам рассказываю все как есть, но следующая картинка, это какая-то ситуация, где этот дьявол с этим же человеком, и уже нет этой доски, он хватает то, что под руку попадается, и он говорит, вот правильно, сейчас вот так надо сделать. Теперь он не просто рисует, теперь он спрашивает согласие. Сначала он предлагает что-то человеку, потом ожидает, что человек согласится, поступит так, и в результате будет высвобождена какая-то демоническая сила в жизни этого человека. И я больше ничего не видел. Вот эти две картинки. И вдруг я осознаю, что для того, чтобы я проснулся, и есть это ясное понимание. Для того, чтобы исполнить волю Божью, надо поверить прямо сейчас, прямо здесь. Надо увидеть то, что у тебя есть, как возможность, чтобы использовать это. У тебя есть время, у тебя есть средства, у тебя есть здоровье, какое есть, у тебя есть квартира, у тебя есть разные, то, что у тебя есть, это то, что Бог тебе дал. Насколько большая у тебя способность сегодня, насколько ты духовно вырос или выросла, чтобы отдавать Богу то, что Он тебе дал уже в то время, в которое Он попросит этого. И если ты долго будешь разговаривать, если ты долго будешь смотреть на обстоятельства, корона с этой цифры спадет. И даже если ты это сделаешь, там не будет ничего удивительного. Это подобным образом, как однажды Бог предложил войти в эту землю, обетованную своему народу. Они сходили, посмотрели, вышли, сказали, нет, мы не сможем одолеть. А потом вроде раскаялись, а потом вроде хотят опять идти, а там короны уже нет, а там Бога уже нет. Простите, корона, я только сейчас осознал, не очень хорошее слово в наше время, да? Но я имею в виду не вирус, я имею в виду корона, настоящая, это подделка, у вируса подделка. Понимаете, есть настоящая корона, которая принадлежит царю царей и Господу господствующих. Он единственный, который достоин носить настоящую царскую корону. Не пропусти это время, потому что в другом случае приходит дьявол, и он начинает обрабатывать, он начинает увлекать, он начинает уговаривать. Я проснулся, и мне сразу вспомнилась не одна ситуация, где меня иногда уговаривают, чтобы я что-то купил. И они говорят, акция прямо сейчас. Если ты это пропустишь, все, ты все потеряешь, пол жизни потеряешь вообще. Если прямо сейчас, то у тебя все в жизни вообще получится, только вот это купи. А если купишь, тебе еще подарок дадим, да? Рисуем, делаем так, берем, и ты вроде внутри чувствуешь, что все против, но как-то уж очень логично, уж как-то надо сделать. Там, где ты слушаешься дьявола, там высвобождается демоническая сила. Но там, где ты послушен Богу, в том месте, используя то, что у тебя есть, Бог благословит тебя. Благодать Божья будет высвобождена. Я хочу помолиться. Субтитры сделал DimaTorzok